Я хочу сказать, что, конечно, хотя роль морфолога, вот как сейчас утверждают, только в 70% случаев имеет значение, но на самом деле, когда рассматриваешь каждый индивидуальный случай, то роль морфолога, в общем-то, я думаю, гораздо выше. Например, вчера у меня было вскрытие синдрома Чарджа-Стросса, и клиницисты написали, основное заболевание – крупозная пневмония, сочетанная с синдромом Чарджа-Стросса. Больной болел 8 лет, лечился преднизолоном, меттрексатом, вот, и вдруг лобарная пневмония, крупозная пневмония. Ну, я буду это еще смотреть. В отношении европейских клиник, могу сказать, был больной с грунматозом Вегенера, в СОЭ-65, дышать вообще не мог, но очень богатый человек, поехал в Германию. Через три дня мне звонит и говорит, мне грунматоз Вегенера не подтвердили, сказали, что я здоров, и отменили преднизолон. Он был на преднизолоне. Он был с лечащим врачом. Этот лечащий врач его еле довез до России, а когда он его привез в Россию, уже надо было делать хирургическое лечение, потому что у него возникла острая дыхательная недостаточность, гигантские очаги распада в легких и так далее. Поэтому, как говорится, мы живем здесь, мы имеем то, что имеем, но самое наше большое преимущество – это клиническое мышление, это наша школа. Я всегда говорю, у меня у морфолога клиника морфологическое мышление, и я начинаю всегда отвечать на биопсии, читая историю болезни, смотря данные лабораторных исследований, компьютерной томографии. У меня созревает концепция, а потом я смотрю в микроскоп. Это наша школа, это наше преимущество. И вот как раз, что касается интерстициальных болезней легких, здесь это необходимо, потому что это действительно более ста разных совершенно заболеваний. И общим для них является то, что поражаются респираторные отделы легких. И правильно Александр Вячеславович сказал, что лучше их называть бронхиматозными, потому что поражаются и альвеолы, и респираторные бронхиолы, и интерстиции. И вот для того, чтобы эти 100 заболеваний продифференцировать, надо, конечно, знать весь комплекс клинических и морфологических, и рентгенологических исследований. И вот на этой таблице я показываю сопоставление данных заключений морфолога и заключений клинико-рентгенологических исследований. И вот то, что мы сегодня смотрим, идиопатический легочный фиброз, это то заболевание, которое, к сожалению, очень трудно лечится. Я всегда говорю, прогноз у большинства пациентов хуже, чем у онкологических больных. 24 года, если их не лечить. И вот обычная интерстиальная пневмония – это морфология, которая наиболее характерна для идиопатического легочного фиброза. А дальше разные морфологические критерии, разные морфологические диагнозы. И вот у нас была большая сессия в Лондоне, где мы вот эти все доклады, дифференциальный диагноз всей нашей группой представляли. Значит, хронические фиброзирующие интерстициальные заболевания – это идиопатический легочный фиброз, и неспецифическая интерстициальная пневмония. Это болезни совершенно с разной клиникой, с разной рентгенологической картиной, и морфология у них совершенно разная. Это заболевания, которые ассоциированы с курением, – это респираторный бронхиолит, дискоммативная интерстициальная, и это острые те случаи, которые действительно требуют нашей острой быстрой реакции. Это острое интерстициальное пневмония и КОП. Для того, чтобы лечить, для того, чтобы правильно ставить диагноз, надо, конечно, понимать патогенез. Патогенез разный, что-то есть общее, но есть отличия. И сейчас мы имеем возможность, вот Александр Вячеславович показал, не просто бронхиоло-альвеолярный лаваш, а сделать ПЦР-диагностику, молекулярный профиль посмотреть. Это пока не разработано. Но по аналогии с онкологическими заболеваниями, мы должны это делать. Мы должны разрабатывать молекулярный профайлинг и молекулярную сигначу. Но, к счастью и к сожалению, вот этот молекулярный профайлинг здесь показан, идиопатических интерстициальных пневмоний, он, к сожалению и к счастью для меня, не заменяет морфологии. Потому что молекул очень много, и в каждой молекуле есть активаторы и ингибиторы. А конечный результат, он говорит, по какой вообще дороге пошел весь этот каскад. А конечный результат – это выклиницисты, это наши радиологи, и, конечно, это морфологическая картина. Патогенез идиопатических интерстициальных пневмоний, он различен. Но, в принципе, можно вычленить вот такие общие черты. Это повреждения на уровне респираторных отделов легкого. На повреждения завязывается воспалительная реакция, выраженная в разной степени. И дальше воспалительная регенерация, тоже выраженная в разной степени. И вот при некоторых заболеваниях она вообще не видна, и у людей никакого фиброза не возникает. И вот мы совместно с американскими авторами изучали, это генетически детерминировано. У одного воспаление фиброз, у другого воспаление, и потом полное восстановление тканей. Это связано с определенными молекулами, в частности, CH1-экспрессией на макрофагах и фибробластах. Но и затем, если фиброз, то на фоне фиброза и патологическая регенерация. Поэтому я считаю, что при такой сложной клинической картине, в таком разнообразии лабораторных и радиологических данных, и разнообразии морфологических данных, конечно, необходим золотой стандарт диагностики, который был уже нами давным-давно выдвинут, и, собственно, мы ему следуем. То есть это клиницист, радиолог и патоморфолог. Идиопатический легочный фиброз, о диагностике которого сегодня идет речь, он имеет, конечно, свои клинические особенности. Этиология неизвестна, встречается в пожилом возрасте, а гистологически он чаще всего ассоциирован с обычной интерстициальной пневмонией, я вам позже ее покажу. Но обычная интерстициальная пневмония, я это очень хорошо видела, может быть и при ревматических болезнях, например, при системной склеродермии. У меня были пациенты с таким легочным фиброзом, который в двух случаях привел даже к развитию периферического рака легкого. Это лекарственные поражения легких и профессиональные. Но как раз в этих ситуациях морфолог вместе с клиницистами решит этот вопрос. Что это? Лекарственное поражение. Что это? Проявление ревматического заболевания, прежде всего системной склеродермии. Или это профессиональная патология. Поэтому вот эта цепочка, о которой я сказала, при идиопатическом фиброзирующем альвеолите, она на первое место выдвигает не только повреждения и хроническое воспаление, а нарушенную регенерацию, которая ведет, с одной стороны, к фиброзу, а с другой стороны, она ведет к аденоматозу. Почему? Оказывается, и вот на этом, это не только теоретическая часть, но это и помогает мне в диагностике. А оказывается, весь процесс при идиопатическом легочном фиброзе, который приводит к обычной интерциальной пневмонии, развивается в зоне ниши стволовых клеток. Вы знаете, что сейчас известно, что регенерация связана не просто с прогениторными клетками, а клетками, которые стволовые. Что такое стволовая клетка? Это клетка, которая несет генетическую информацию, и которая в нормальном состоянии, находится в основном в спящем состоянии, в дармантном. Но когда имеется сигнал о том, что надо восстановить, регенерировать, она просыпается, один раз делится, дает дочек, которые могут делиться и регенерировать. А в то же самое время одна из клеток продолжает пол этих стволовых клеток. Так вот, в лёгких есть такие зоны, где находятся вот эти клетки, от которых зависит регенерация лёгких. Это так называемая ниша стволовых клеток. В нишу стволовых клеток обязательно входит сосуд. И поэтому, скорее всего, эта стволовая клетка связана со стволовой костно-мозговой мезонхимальной клеткой. По сосуду она приходит. Это окружающая соединительная ткань, коллагеновые волокна. Это базальная мембрана. И вот именно отсюда начинается зона репарации. Так вот, как показали последние исследования, в том числе и наши, вот при обычной интерстициальной пневмонии, вот из всех зон, где возможна репарация в лёгком, в наибольшей степени повреждается бронхиоло-альвеолярная зона. Это зона перехода респираторных бронхиол в альвеолы. И именно здесь происходят совершенно чудовищные вещи. Повреждается сначала эпителий, базальная мембрана. И вот эта клетка, она тут же начинает реагировать. Ей надо залатать этот участок повреждения. Она приобретает фенотип миофибробласта, такая вытянутая клетка, которая может двигаться. Она приходит к этой дырке, закрывает собой эту дырку, и здесь образуется так называемый миофибробластический фокус. И потом, как показали наши исследования, со временем эта клетка может дифференцироваться в эпителиальную клетку. Это подтверждает её стволовость. И поэтому для меня, и на этом диагностика морфологическая основана, прежде всего, очень важно, есть ли эти миофибробластические фокусы или нет. Что это значит? Это значит повреждение вот этой зоны. Это значит, что это пойдёт всё в фиброз обязательно. И эпители в этих условиях тоже начинают давать аденматозные структуры. И это вот все большие морфологические признаки обычной интерстициальной пневмонии. Поэтому, если я вижу интерстициальный фиброз, если я вижу даже очаги корнификации, и вижу при этом вот эти страшные изменения, которые касаются нише стволовых клеток, формирование миофибробластических фокусов, я как колбия склоняюсь в пользу обычной интерстициальной пневмонии. Конечно, вы скажете, у вас маленькая биопсия, трансбронхиальная. А может быть, эндоскопист, который её делал, он не попал в это место, где как раз была вот эта вот зона. Ну, такое может быть. И тогда надо делать повторные биопсии, если клиника не укладывается с морфологическим диагнозом. Но, как правило, вот эти ниши, они всё-таки попадают даже в трансбронхиальные биопсии. А уж я не говорю о том, когда делают открытую биопсию, что для меня более предпочтительно. И когда делают не из одного места, обычно это поражение двухстороннее, нижние доли. Вот. И когда это делается из нескольких участков. Ну, а дальше малые признаки, по которым, конечно, можно поставить и неспецифическую пневмонию, и по которым можно даже лимфоцитарную пневмонию поставить. Они тоже могут присутствовать, но они малые. Вот это всё, миофибробластические фокусы, склероз, потом формирование сотового лёгкого, аденматоз, это забивает всё. Это забивает всё. И вот я опять, поскольку мне приходится и онкологические биопсии смотреть, и я прошла тоже хорошую школу онкологическую, диагностическую, всегда ставится в онкологии диагноз по худшему, наименее опасному участку. То есть я напишу, предположим, если я вижу низкодифференцированный плоскоклеточный рак, а где-то я вижу, там есть и высоко, я напишу, что это низкодифференцированный, с участками высоко. Здесь то же самое. Потому что вот этот вот фиброз, вот эта вот патология, она и будет вести и в клинике. И вот посмотрите. Вот эти миофибробластические фокусы, видите? Вот вытянутые клетки, которые заменяют эпителий. Ничего хорошего, потому что это путь к склерозу, это путь к аденматозу. И вот вы видите, они экспрессируют гладкомышечный актин, потому что это миофибробласт. И вот очаги аденматоза. Конечно, участвует альвеолярный макрофаг в этом. И вот здесь вы видите CD68 положительные клетки. Участвуют интерсоциальные макрофаги. И, конечно, масса цитокинов, и ТНФ-альфа, и бета-ТГФ, и так далее. Но поскольку у нас клиническая аудитория, я не буду на этом акцентировать внимание. Вот мне кажется, самое главное, чтобы вы поняли, что поражение вот этой опасной зоны, которая неминуемо ведет к нарушенной регенерации склерозу и аденматозу, именно она опасна. Вот это все с помощью не только обычных морфологических, но и иммуногистохимических методов очень хорошо видно. А вот уже сотовая легкая. Уже вообще жизненная емкость снижена, газообмен нарушен. Но, между прочим, люди некоторые живут и стабилизируют состояние. Почему? Поначалу процесс носит мозаичный характер. Помимо участков поражения, между ними сохраняется легочная ткань. И с каждым периодом активации процесса эта территория сохранной легочной ткани становится все меньше, меньше, меньше и меньше. Поэтому заболевание может прогрессировать очень быстро, может медленно, но не знаю, как стабильно. Вот у меня таких пациентов не было. Вот эти клетки под электронным микроскопом. Мы их изучали еще в 80-х годах прошлого века вместе с американскими исследователями. Так мне повезло. Вот они так выглядят. И начинается аденоматоз. Начинается нарушение дифференцировки клеток. Это цитокератин-19, маркер пролиферирующих клеток. А потом эти клетки набирают мутации, эпигенетические изменения. И развивается, раньше называли бронхиола, альвеолярный рак в 13% случаев. Сейчас новая классификация. Называется аденокарцинома легкого со стелющимся характером роста. Ну, во всяком случае, это, к сожалению, так. Поэтому дифференциальный диагноз морфологический, который морфолог должен каждый раз проводить, он основан на морфологической картине, на локализации процесса. Вот надо смотреть зону ниши стволовых клеток. Какие клетки там? Клеточные кооперации разные. Конечно, эзенофилы, например, это характерно больше для экзогенных альвеолитов. Ну, молекулярные маркеры. И вот мы это все суммировали. Я докладывала в Лондоне наши результаты. Вот для обычной интерстриальной пневмонии, которая является морфологическим субстратом в большинстве случаев, идиопатического легочного фиброза, поражение в зоне перехода альвеол-бронхил. Это бронхиоло-альвеолярная переходная зона. Там выраженное повреждение с апоптозом. Там же воспаление с участием и макрофагов. И тут же завязывается пролиферация клеток с миофибробластическим фенотипом. И тут же в этих зонах и склероз, и аденоматоз. Ну, и вот для морфологов вот такие вот клеточные кооперации. Вы видите, при разных интерстриальных болезнях они разные. И вот на первом месте обычная интерстриальная пневмония. Конечно, участвуют пневмоциты второго порядка, эндоотелии сосудов, миофибробластические. Меня в архиве патологии, когда я писала эту статью, заставили написать не миофибробласт, а я согласилась потом. А клетка с признаками стволовости и фенотипом миофибробласта. Это действительно потомок этой стволовой клетки. Ну и, наконец, аденоматозная гиперплазия, которая тоже очень характерна, особенно для стадии сотового легкого. Ну вот посмотрите, не специфическая интерстрициальная пневмония, я никогда ее не спутаю с обычной, потому что там все начинается с сосудов. И очень часто, между прочим, у больных обнаруживается какая-то вирусная инфекция. А поскольку у нас в Тариевской клинике это очень часто люди были с гепатитами, вот я видела вас, даже васкулиты, а потом уже интерстриальный фиброз, и там гиперплазии атипической не видно. Ну и так далее, и тому подобное. Клеточные кооперации тоже разные. При обычной интерстрициальной пневмонии, помимо вот этой клетки с признаками стволовости миофибробластического типа, участвуют пневмоциты второго порядка, клароклетки, эндотелий сосудов, макрофаги альвеолярные интерстрициальные и даже полиморфно-ядерные лейкоциты. Поэтому концепция, которая помогает нам и в понимании, как ставить диагноз, и в понимании патогенеза, следовательно для разработки и методов лечения, она связана с тем, что повреждение идёт в зоне ниши стволовой клетки. Вероятно, участвует в этом и мезонхимальная стволовая клетка, которая приходит из костного мозга. И вот это повреждение, оно запускает и неоангиогенез, и фиброз, и в результате ишемии, и тромбоза, очаги, повреждения вторичного. И в конце концов, идёт с одной стороны пролиферация миофибробластических элементов, фиброз, неоангиогенез, с другой стороны пролиферация петелия и аденоматоз, а затем и рак лёгкого. Спасибо.